Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Итак, второй библейский принцип, говорящий о том, что говорение на иных языках является признаком крещения в Духе Святом. Давайте почитаем, что говорит апостол Павел в шестой главе послания к Павленам. Это тринадцатый стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Итак, второй принцип – это принцип подчиненности Богу. Когда мы с вами подчиняем себя Богу, то мы подчиняем Богу все аспекты нашей жизни. Подчиненность Богу. Насколько мы с вами подчинены? Если мы подчиняем Богу свою жизнь, это не означает, что мы подчинили Богу только часть. Например, мы подчинили свой разум, но мы не подчинили свое тело. Или же наоборот, мы подчинили свое тело, но мы не хотим подчинять разум. То есть, есть вещи, с которыми мы не согласны, мы бунтуем и говорим, что это невозможно. Как, например, делают некоторые последователи одного американского пастора, говорят, что пастыри не нужны, что нет нужды подчиняться людям, которых Бог поставил в церкви. Мы подчиняемся непосредственно Господу, по сути, не подчиняясь никому. Их разум не воспринимает вот эту, знаете, дилемму, он не пытается ее решать, он пытается ее обойти. Они говорят, если Иисус мой пастырь, то при чем тут эти люди? При том, что они сопастыри, и ты должен им подчиняться, не подчиняясь им, ты не подчиняешься Богу. И это же касается иных языков. Когда мы с вами говорим, что признаком крещения в Духе Святом может быть абсолютно все, что угодно, кроме иных языков, мы говорим противоречие Писания. Итак, когда мы с вами подчиняем Господу нас полностью и каждую часть нашего тела, то таким образом мы подчиняем Богу наш язык и наши голосовые связки. И он может использовать их так, как ему угодно. И тогда иные языки не будут проявлением небесовских каких-то действий, не человеческого усилия. Дело в том, что когда в нас живет Дух Святой, Он производит эти действия, потому что мы позволили ему это. Мы разрешили ему. Мы не разрешали это никому другому. Мы не позволяли дьяволу это делать. Мы дали свое тело Богу в орудии праведности. И поэтому, когда мы молимся, это делает Дух Святой.